Приветствую вас, и с точки зрения психологии, вы себе запрещаете любить, то есть вы не позволяете себе влюбляться по той простой причине, что у вас есть определенные страхи. В данной страхе могут быть нескольких видов, в частности, например, это страх близких отношений, страх сближения, страх боли, эмоциональные боли имеются в виду. Страх, например, зависимости, то есть если для вас любовь, это зависимость какая-то эмоциональная, например, опять же, от человека. Это может быть и вследствие травм, полученных в детстве, например, если ваши родители использовали негативную модель проявления любви, если были частые ссоры, скандалы и так далее, если было насилие домашнее, например. То есть причин может быть очень много. И скорее всего эти причины вы не осознаете, если вот вы влюбились только в девятом, в девять лет, да, и все, после этого больше больше вы не любили. То, соответственно, у вас стоит блок, либо вы вот те отношения, которые у вас были, вы их не, ну, не брожили до сих пор, не обреметили свои чувства, не освободились от них. И вас, например, за сила обида, вот, либо вы извлекли какой-то опыт из этих отношений, которые у вас были тогда, ну, да, не отношения, а влюбленных-то. Вот. И теперь он мешает вам, вот, ставить другие отношения, ну, отношения с другими девочками. Кроме того, не очень понятно, не очень понятно, на самом деле, такая ситуация. То есть вы говорите, что мне 25 лет, да, вот, мне 25 лет. И я никогда никого не любил. А в отношениях с девочками вы вообще были? В отношениях с женщинами вы находились? Или как? То есть, вот, ну, вы какие-то, не знаю, условия, там, вот, ну, условия какие-то вы соблюдали для того, чтобы как-то вот привился фундамент и база для новых отношений. Или вы считаете, что можно в отношения вступать только если есть любовь. Это, знаете, довольно ошибочное, опрометчивое убеждение. Вот. Потому что любовь сразу не приходит. Любовь, она появляется постепенно. И для того, чтобы она появилась, вам нужно сперва с человеком сблизиться. Вам нужно сперва с человеком сблизиться. Вам нужно сперва с человеком понять. Ну, попытаться понять, да, попытаться его, как бы, увидеть. Правда, можно говорить, влюбитесь вы в него или нет. Ну, попробую составить образ девушки, которая вам прислать бы по душе. То есть, вот, как-то двигаться в этом направлении. То есть, что-то делать, а не так просто смотреть на девушек, да, и ждать, пока у вас любовь проснется. Понимаете? Так это, к сожалению, так это, к сожалению, не работает. Так это, к сожалению, не действует. То есть, вы человеку даже шансов не дали. Вот. Попробуйте так сделать. И одновременно, одновременно, прозаботайте свои страсти. Возможные блоки. И что вам дается в этом состоянии одиночества. Ну, то есть, без девушки. С одной стороны, и с другой стороны, а для чего вам семья? То есть, зачем она вам? Вы говорите, вот, мне пора строить семью. А зачем? Для чего? Откуда так, откуда вот это надо? Почему именно 25 лет? Понимаете, 30, 35 и все? Нет, нет такого слова надо. Есть хочу. Хотите или надо? Это вот важный вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!